Культурную жизнь в село нужно возвращать. И это возможно благодаря нацпроекту. Первым районом области, которому повезло, стал Кузоватовский. Туда закупили и доставили многофункциональный культурный центр, или, проще говоря, автоклуб. Стоимость оборудования автомобиля составляет 12 миллионов рублей. Нам очень повезло, поскольку мы, район, получили такой подарок первый в Ульяновской области. Транспорт очень удобный, размещено, скомпоновано все еще раз. И теперь уже, конечно, проблема отсутствия особенно сельских домов культуры будет решена. Все это стало благодаря реализации национального проекта «Культура» в Российской Федерации. Культурный центр как чудо-ящик. Открываешь, а внутри все, что нужно для творчества. Сцена, звуковое и мультимедийное оборудование, спутниковая антенна. Разве что музыкантов и артистов нет. Автоклуб может оперативно трансформироваться. За 30 минут превращается то в кинотеатр, то в концертный зал. В зависимости от задачи. Сцена выкатывается, устанавливается все на эти подпорки, регулируется под уровень, чтобы все было ровно, ничего не трепыхалось и закрепляется. Потом у нас есть генератор, кстати. Вместе с ним приехал вот такой вот замечательный генератор. Там у нас в шкафчиках световое оборудование. То есть у него есть свое очень хорошее световое оборудование. Где большой проектор и качественный звук, там и фильмы. Как развлекательного толка, так и учебные, документальные. В Кузоватовском районе с нетерпением ждали автоклуба. Ведь вместе с ним приехали праздники и концерты. На этой неделе мы запланировали на нем выезд в село Чертановка, где будем проводить День села. Программа у нас будет патриотическая. То есть мы рады тому, что коллективы сельские, которые приедут выступать в село Чертановка, будут благодаря этому замечательному клубу на колесах петь в хорошем качественном звуке и в хорошие микрофоны. Отныне для творчества нет преград и расстояний. Автоклуб доедет до самых отдаленных и труднодоступных уголков Кузоватовского района. Павел Петриков, Сергей Рябухин, репортер 73.